МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бью чай из фирменной чашки. Из радиоинтервью был такой эпизод. Как раз говорили о том, что вы ездите на метро, на общественном транспорте. И ведущий говорит, ну это как-то не по чину. И меня как-то это озадачило, что значит по чину, не по чину. Как вы для себя это поняли? Я вот честно говорю... Кто это сказал? Это сказал ваш собеседник в радиоэфире, журналист. Мой коллега. Ну плохой коллега. Ну значит, много о себе думает. Ну вы же не возразили? А что возражать? Ну так он думает. Пусть ездит на Мерседесе. Посмотрим, кто быстрее доедет. Ну на самом деле, я так понял из контекста, что он-то вас в метро видел, что он тоже на метро ездит. То есть он считает, что... Я до сих пор жив, здоров. Император Динович. И никогда не опаздываю. Да, вот кстати, вы никогда не опаздываете. Стараюсь. А почему? Объясните мне. А потому что метро ездит. Нет, а вот ведь не в этом дело. Вот у меня такое наблюдение, что артисты реально заслужены, не только потому, что у них есть, как у вас, звания и награды, а ну великие, да, актеры, музыканты, великие вообще, ну вообще великие, никогда не опаздывают. А звезды, так скажем, ну вот, ну среднего масштаба, не будем никого по именам называть, но тоже люди очень известные, опаздывают всегда и на передачи, не знаю, как на репетиции, но журналистам это... Я и дальше постараюсь не опаздывать, чтобы вы считали меня великим. А какая природа? Я великий Сухоруков, едет в метро. Нет, ну вы же, вы всегда таким были? Вы всегда не опаздывали? Да нет, конечно. Или это такое вот... Приобретено. 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 Почему? За счет чего? Опаздывал. Я же вам рассказывал, что мне уже не хочется, Женя, на эту тему говорить, потому что я опять сейчас нырну во вторую свою жизнь, где я себя собирал. Знаете, как камни разбрасываются, я собрал свои камушки. И вот сейчас я этот мешок несу. Не курю, не пью, люблю профессию, дисциплинирован, аскетичен, как вам сказать, тренирую себя быть интересным людям, нужным, востребованным. А для этого надо быть все время в каком-то тонусе. Я даже сердцу все время говорю, не болей, не болей, стучи, стучи в ритм, чтобы все было замечательно. Ну, невозможно же всегда вот быть вот таким, как вот вы, допустим, сейчас в этой беседе. Невозможно до тех пор, пока не привыкнешь. А когда уже привыкнешь, ты на это уже не замечаешь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует... Продолжение следует...